Друзья мои, всем привет! Находитесь вы на моем канале. Канал называется Александр Автоподбор25. Я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой. Вы можете заказать штучную проверку автомобиля. Заходите на сайт drom.ru, выбираете автомобиль, сбрасываете мне ссылочку, я для вас его проверяю. Вы получаете фото, видео, отчет, ну и описание, рекомендации вообще к покупке автомобиля. Также вы можете заказать поиск автомобиля под ключ. Я об этом говорю постоянно. Допустим, хотите вы форестер, денег у вас там, пускай будет 1 миллион 900 тысяч. Мы с вами обговариваем состояние, цвет, комплектацию, пробег. В общем, все нюансы с вами обговариваем. Я ищу для вас автомобиль на авторынке зеленый угол. Важно, да, то, что поиск автомобиля, он проходит только на авторынке зеленый угол. Следующий момент. Автомобили я проверяю абсолютно любые. Пускай это пробежные автомобили, пускай это беспробежные автомобили. Проверяю везде, не только на авторынке зеленого угла. Проверка одного автомобиля стоит 2 тысячи рублей. Также у меня работает новая услуга, да, уже несколько месяцев. Я для вас могу привезти автомобиль напрямую, напрямую с аукционов Японии. Есть в этом плюсы, есть в этом минусы. Вот то же самое касается в плюсах. Есть плюсы покупки автомобиля здесь, в Владивостоке, на зеленке. Вообще по городу у продавцов есть также минусы. Вот сегодня я покажу вам немного цен. Вот если успеем, посмотрим, что будет по видео. И покажу вам, как складывается цена, да, на автомобиль, купленный в Японии. Вот скажу вам, расскажу вам все расходы, да. И, естественно, обозначу конечный ценник. Вот вы сможете зайти на дрон, вообще по сравнивать ценники на такой же автомобиль, сколько он здесь будет стоить. Также покажу автомобили, которые мы купили именно на продажу. Ценников там не будет, потому что они в пути, они идут. Вот, но автомобилей идет на продажу довольно много. Поэтому смотрим сейчас пример. Буду показывать я вам Харек. Итак, друзья мои, давайте сейчас вот на данном примере. Да, это Харек, 2 литра, 18-й год, 5-й месяц. Я вам расскажу, как складывается вообще ценовая политика, да, и сколько данный автомобиль обойдется у нас во Владивостоке. Машина 4,5 балла, минимальный пробег. Машину сейчас тоже покажу. Расскажу, кстати, данный Харек куплен нашему клиенту. Будет кататься автомобиль в Приморском крае. В городе, в городе Уссурийск. Итак, я вот сделал себе пометочки небольшие, да, чтобы не запутаться. Смотрите, стоимость автомобиля, вообще общая стоимость автомобиля под ключ во Владивостоке данный Харек стал 2 миллиона 25 тысяч рублей. Это полностью, это расходы по японской стороне, расходы во Владивостоке. Итак, откуда складывается у нас цена? Смотрите, стоимость автомобиля в Японии, в йенах, 3 миллиона 218 тысяч йен. Еще момент такой, то что автомобиль был куплен 10-го, 0-6-го, йена была по 50 рублей. А забрали с таможни его вчера, да, то есть, ну, вы примерно можете понять, сколько идет автомобиль. Йена была по 50, и так, 3 миллиона 218 тысяч йен в рублях, это у нас получается 1 миллион 609 тысяч рублей. Следующие расходы, какие у нас идут, это расходы по России. Пошлина на автомобиль идет 360 тысяч 615 рублей, это пошлина. Далее, СВХ идет 27 тысяч рублей, почему 27 тысяч? Кстати, смотрите, партнеры, с кем мы работаем по японской стороне, да, то есть, логистика долгая, доставки у нас долгие, то есть, ищем выходы, партнеры ищут выходы, вышли на китайский контейнеровоз. Собственно, поэтому СВХ идет подороже 27 тысяч рублей, в общем, все для клиентов. Следующий момент, оформление, это вот, напоминаю, расходы уже по России 25 тысяч рублей, и появился у нас новый пункт, это ПРР, что это такое? Это погрузо-разгрузочные работы, 3 тысячи рублей, считаются они тоже по-своему, в принципе, в подробности вам вдаваться не стоит, да, то есть, напоминаю, это когда машина идет в китайском контейнеровозе. Кстати, вот первый, первый автомобиль, который пришел именно в контейнеровозе. Итого, ребят, расходы по России у нас с вами получаются 415 тысяч 600 рублей, плюсуем 1 миллион 609 тысяч, 1 миллион 609 тысяч, плюсуем 415 тысяч, 615 рублей, итого получаем 2 миллиона 24 тысячи 615 рублей, это стоимость автомобиля под ключ во Владивостоке. Итак, давайте посмотрим, значит, автомобиль весь целенький, реальный 4,5 балла, ну вот они, вот она как раз, платежка лежит на него, да, 415, СВХ 27, оформление 25, пошлина, ну, все, все есть. Вот, аукционный лист, 4,5 балла, пробег на автомобиле 44 тысячи, ребят, ну, просто шикарное состояние салона. Этот автомобиль, он полностью соответствует аукционному листу, я напоминаю, бывает такое-то, что идет, конечно же, несоответствие, здесь все соответствует, машину не чистили, не мыли. Посмотрите, в каком состоянии пришел автомобиль, да, они бывают, приходят, ну, немного грязненькие. Кстати, здесь комплектация идет, обратите внимание, да, поворотники здесь идут, они бегают. Сонары, штатное литье, хорошая резина, ветри, ну, все есть. Плюсом идет автомобиль с запаской, тоже немаловажный момент. Напоминаю, иена была по 50 рублей. Сегодня курс иены 45, 45, 30. Вот такие вот шикарные автомобили получают наши клиенты. 44 тысячи пробег. В общем, вот такого вот крутого хорька, прям реально крутого, блин, идеального хорька мы взяли по очень вкусной, сладкой цене. Сейчас вам покажу автомобили с почтой, которые идут, идут именно на продажу. Так, ну, сейчас давайте вам покажу, что у нас идет, какие у нас идут автомобили на продажу. Кстати, вот, когда автомобиль не находит статистики, делаем запросы, смотрите, что вы получаете. Получаете описание автомобиля, пробег, если это топляк указано, какая вода, пресная, соленая и так далее. То есть, ну, полезная такая информация, да. Итак, есть у нас на продажу Аква белый цвет. Сейчас посмотрим аукцион. 3 балла, пробег на автомобиле 34 тысячи. Очень много машин. Так, дальше, что у нас идет здесь? Это у нас Везель. Везель 4,5 балла, целый кузов. 59 тысяч пробег. Так, родные, 4,5 балла на автомобиле. 59 пробег. Так, давайте дальше. Что интернет немножко подтупливает. Следующий автомобиль у нас это Honda Fit, не гибрид. По-моему, он 4 балла идет. Беленький цвет, неплохая комплектация. Он без литья. Полу-мультируль. Кстати, колеса в багажнике. За колеса, за колеса, если вы получаете автомобиль, за колеса тоже нужно уплачивать пошлину. Да, он идет 4 балла. Так, едем, смотрим дальше. Это у нас уже Степа, Honda St-Wagon. Тоже очень популярный автомобиль. 4,5 балла, 44 тысячи пробег. Постоянно их спрашивают, что в подворье, во Владивостоке, что довольно много машин идет на заказ именно с Аукционов Японии. Дальше, ребята, это Corolla Fielder. 3,5 балла. Вот таких аукционников пугаться не нужно. Видите? А1, А1, А1. Фактически вы здесь ничего не увидите. Ну и по левой стороне идет W. То есть есть W1, это хороший качественный окрас. W2, это средний окрас. И W3 покрашено плохо. Видно со стороны. То есть фактически автомобиль придет. Ну, не идеальный, но кузовщина будет. Вся у него целенькая. Поэтому вот этих А1 пугаться особо не нужно. Как видите, он идет на ключе. Тоже видим то, что салончик идет чистенький. Шторка в багажнике, ремкомплект, домкрат. Все у нас имеется. Ну и подкапотное пространство, как видите, не мытое. То есть когда он придет, если этот автомобиль будет под клиента, то в таком состоянии он и будет. Если он будет на продажу, то все будет чистенькое. Следующий автомобиль это у нас Fit. Тоже 1,3. Гибридов у нас нет. 3,5 балла, пробег 30 тысяч. Кузов тоже идет целенький. Но здесь мы видим то, что по левой стороне на пороге есть мятинка. Сейчас, возможно, мы ее увидим. Да, порожек немножко подмят. Зато минимальный пробег на автомобиле. Следующий автомобиль. Еще один Fit. Фиты очень хорошо берут. Прямо последнее время почему-то берут не гибриды. Смотрите, вообще 4,5 балла. Также покупаются и 5-ти балльные автомобили. 4,5 балла. Кузов тоже целый. А1, А1, Б1. Все. Мне нравится вот именно вот этот цвет на Fit. Ключ 1. Так, давайте дальше. Еще один Fit. Говорю, очень много идет Fit. Прямо очень много. Фиты расходятся, как горячие пирожки. 3,5 балла. 85 тысяч пробег. Кузов тоже целенький. В принципе, ничего глобального. На кузове страшного. Абсолютно ничего нет. Еще один Fit. 4 балла. 77 тысяч пробег. Вот здесь идет W2. По левой стороне. Это у нас AORIS. AORIS. Такой редкий экземпляр. Прям редкий. Полторашка. Объем двигателя. Дальше идет Frit. Это уже свежая морда. Свежий кузов. Так, оценка у нас здесь идет. Оценка идет 3,5 балла. 3,5 балла. Смотрим дальше. Так, ребят. А дальше у нас идет Frit. 4 балла. 122 тысячи пробег. Кузов тоже идет у автомобиля. Идет целенький. Ни одного Frida нет. С пробегом по 150, по 180 тысяч. Ни одного. 3,5 балла. 81 тысяча пробег. Дальше идет Passer. Тоже набрали много пасеков. 3,5 балла. 8 тысяч пробег. Но вот здесь, по левой стороне, на пороге, на дверке, есть такие небольшие нюансы. Опять же, они не критичные. Дальше смотрим. Дальше идет еще один Frit. Frit Spike. 3,5 балла. 69 тысяч пробег на автомобиле. Еще одна Passer. Еще одна Passer. С пробегом 67. 4,5 балла. Кстати, пасеки немножко поднялись в цене. Это у нас идет Voxi. 110 тысяч. Гибридная версия. Так, эта машина, по-моему, идет под клиента. Они вот попали у меня в эту папочку. Несколько машин, да. Здесь будут попадаться под клиентов. Опять же, автомобиль идет с колесами. Давайте смотрим дальше. Сирена. Сирена. Кстати, сирена тоже, по-моему, идет под клиента. Да. 82 тысячи пробега. Оценка 4 балла. Дальше идет CR-V. CR-V идет, по-моему, пятибалльная сервуха вообще. Сейчас посмотрим. Да, у нее полная комплектация. А 4,5 балла. 54 тысячи пробег. Кузовщина у автомобиля идет тоже целенькая. Видите, какие машинки все хорошенькие. Далее, значит. Еще один Freed. Freed, говорю, самый популярный автомобиль. Freed Spike. 4 балла. 111 тысяч пробег на автомобиле. Кузов у автомобиля тоже идет. Весь целенький. Еще один. 3,5 балла. 92 тысячи пробег. Вот по левой стороне какие-то нюансы на пороге. Нужно будет посмотреть. То есть тоже какие-то небольшие. CR-R идет. CR-R. Замена задней левой двери. Пробег 11 тысяч на автомобиле. Далее смотрим. Еще один Fit. Fit. Интернет долгий. 4,5 балла. Пробег на автомобиле 69 тысяч километров. Дальше, друзья мои. Еще одна PASA. 4 балла. Кузов идет тоже целенький. 34 тысячи пробег на автомобиле. Мне нравится вот такой вот цвет у пасеков. Комплектация идет простая. Так, давайте. Давайте смотрим дальше. Следующий PASA. Серенький цвет. 4 балла. 19 тысяч пробег. Кузов на автомобиле тоже идет целенький. Далее смотрим. Еще один CR-R. 4 балла. Пробег на автомобиле 44 тысячи. Как вы вообще к CR-R относитесь? Паса беленькая. 4 балла. 35 тысяч пробег. 35 тысяч. Еще одна PASA. 4 балла. Пробег 24 тысячи. Кузов на автомобиле идет целенький. Многие задают вопросы. Можно ли попасть по Японии на деньги? 5 баллов. Все шер вообще просто идеальный пробег 11 тысяч. Ребята, ну вот что касается курса иены. Курс иены мы можем с вами зафиксировать. То есть допустим сегодня иена там 45-30. Мы внесли туда деньги. Все. Завтра иена там хоть 100 рублей. У нас иена по 45-30. А вот на растаможке автомобиля по курсу PASA был. Следующий автомобиль идет FIT. 4 балла. 55 тысяч пробег. А вот на растаможке автомобиля по курсу доллара здесь. Да. Здесь как бы риск присутствует. От этого никуда не деться. Мы этого не скрываем. Равча кстати тоже куплен под клиента. По-моему в общем пятибалльный идет. Идеальный по кузову. Пробег очень маленький. Сейчас посмотрим какой. Не могу вспомнить. Да, вот говорю несколько машин клиентских сюда попало мне в эту папку. Так, аукцион 5 баллов. 5 баллов. Блин. 12 тысяч пробег. Идеальное состояние автомобиля. Идеальное состояние автомобиля. Дальше смотрим. Еще у нас идет. Это Forester. Вот опять под клиента Forester. По-моему 4 балла. Он пробег в районе 80 тысяч. Клевая комплектация. Сейчас аукционе покажу. Да, 4 балла. 4 балла. Небольшой пробег. Едем дальше. Едем дальше. Фит. Вот опять такой клевый, шикарный цвет на автомобиле. 4,5 балла. Пробег на автомобиле. 19-19 тысяч. Показал вам небольшое количество автомобилей, которые идут именно на продажу. И по-моему сколько? 2 или 3 автомобиля. Сейчас немного цен на авторынке зеленый угол. И также хочу добавить, что вот есть еще услуга. Когда вы приезжаете, мы встречаемся с вами на авторынке зеленый угол. Идем с вами по всему рынку. И выбираем самый лучший автомобиль. Кстати, вот сегодня была такая услуга. И опять же я вам покажу, какой автомобиль мы выбрали. Так, ну на входе на старте нас встречает Toyota C-SR. 18-й год. Гибрид 1 миллион 788 тысяч рублей. Приус, свежий кузов, 18-й год, 1 миллион 355 тысяч рублей. Пробокс, 18-й год, полтора литра, 960 тысяч рублей. Хонда Шаттл, 16-й год. Гибрид 958 тысяч рублей. На крауни ценника нет. И, ребят, смотрите, вот был подбор автомобиля, поиск автомобиля по рынку, да. Бюджет был 1 миллион 750 тысяч рублей. Нужен был Forester Restyle. Если честно, я думал, за эти деньги найдем, да, целенький автомобиль, но не в такой комплектации с пробегом 1130, наверное, 140. Нашли 16-й год, белый перламутр. Очень хорошей комплектации. Во-первых, бампер у нас стоит от трубового форика. Кстати, ходовые огни, да, где 4 диода, это идет чисто японский бампер. Где 6 диодов, это стоит Китай. Туманки, омыватели, фар, как видите, рестайлинг. То есть фары у нас уже идут линзованные. Черное литье, практически новая летняя резина. Система ISI, бесключевой доступ. Что у нас еще здесь есть? Кожаные вставки. Наверное, слепые зоны. Посмотрите состояние автомобиля. По низу. То есть он не ржавенький. Автомобиль только вчера пришел. У него еще даже не готова ПТС. Его тоже пока салон не готовили, не мыли. Приятное состояние салона. Сзади есть подогревы. Электросидение. 1 миллион. 740 тысяч. Ну вот пошли разговаривать с продавцом. Я думаю, что-нибудь, что-нибудь да скинут. Ключ идет. 1. Здесь кожаный руль. Активный, адаптивный круиз-контроль. 81 тысяча пробег. Неплохая магнитола. Климат-контроль здесь идет раздельно. Как видите, здесь идут педали такие вот железные. Нашли один нюанс. Один нюанс. Когда машину проверяете, проверяете абсолютно все. Вот здесь не складывается правое ухо. Вот на это сейчас будем просить скидку. То есть левая сложилась. Правое ухо нет. То есть будем разбираться с механизмом. Но опять же, это не критично. Это, ребята, все делается. Вот она система SISI. Установлены две стереокамеры. В общем, вот такой вот клевый экземплярчик. Нашли на авторынке. Это на данный момент, вот по крайней мере на сегодня, да, это самый лучший вариант на авторынке зеленый угол за наш бюджет. Один миллион семьсот сорок тысяч рублей. На сегодня, ребят, будем заканчивать. Показал вам Харька по очень хорошей цене. Показал автомобили, которые идут на продажу. Показал, какой автомобиль. Выбрали человек, выбрали подписчику. Форик просто офигенный, блин, просто классный. Я еще раз повторюсь, что я не ожидал, что мы найдем такого Форика. Вот на сегодняшний день это самый лучший автомобиль, который вот продается на рынке именно за эти деньги. Поэтому, если вам нужна помощь, проверить автомобиль здесь, в Владивостоке, заказать автомобиль напрямую с аукционов Японии, звоните, пишите, обращайтесь. Я отвечаю абсолютно на все, на все адекватные вопросы. На неадекватные вопросы. Не тратьте время. И я время не тратит. Вот честно, вы должны это понимать. Мой телефон указан под каждым видео и в описании, в описании канала. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят. Продолжение следует...